Добрый вечер на 12 канале час новостей в студии Денис Жарков сегодня в выпуске шутки с инвесторами у меня и у моих коллег у нас как у нас любят шутить у нас нет конкретной работы поэтому людям поговорить помечтать и омские приборы для молдовы что сегодня обсуждает на экономическом форуме в петербурге и какие соглашения подписал наш регион главу региона выберут в сентябре в загсобрании утвердили дату проведения голосования дом с видом на свалку людей расселили а строение снесли с тех пор прошло два месяца однако строительный мусор так никто и не убрал в нефтяниках вырос стихийный полигон и люди жалуются на мусорный ветер и нашествие бродяг егэ в режиме онлайн впервые задания для выпускников напечатают прямо в школах в этом смысле это некое облегчение для муниципалитета мы уже не волнуемся и не рискуем техника оборудует 100 пунктов сдачи егэ на курс к михалкову и особенно чуткие девушки доходят до полного экстаза в смысле слез плачет сильно выходит но это мы приберегаем все таки для третьего тура театралы со всей сибири борются за бесплатное обучение в академии кинематографического и театрального искусства крути педали в другие дали в этом году маршрут велоумск 2018 попал живописный любинский проспект участника велосипедного марафона ждет новая трасса и поставить еву на ноги нужно несколько операций одна исправить стопы другая удлинить после этого ноги будут одинаковые как амичи могут помочь малышке избежать инвалидной коляски ключевое событие престижного форума и главное экономическое событие года в санкт-петербурге прошло пленарное заседание международного экономического форума с участием президента россии владимира путина на заседании также выступили лидер франции мануэль макрон и директор международного валютного фонда кристин лагард которая к слову ранее уже похвалила российскую экономику она отметила что макроэкономическую политику российской федерации можно назвать образцовой это касается низкой инфляции долга и бюджетного правила отсекающего нефтяные сверхдоходы сегодня второй день работы форума насыщенная деловая программа у омской делегации какие соглашения подписаны знать елена смирнова один из главных вопросов форума сколько сделок и на какую сумму удастся заключить за три дня пока открыт площадки и панельные сессии будут работать еще завтра а вот секрет почему российский президент редко задерживается приезжая на различные мероприятия в шутку раскрыл сам владимир путин на встречу с зарубежными инвесторами российский лидер пришел чуть позже задержался на переговорах с французским президентом свое опоздание российский лидер объяснил с присущей ему иронией в извинения с задержкой могу сказать что у меня и у моих коллег у нас как у нас любят шутить у нас нет конкретной работы поэтому людям поговорить помечтать все так затягивается на неопределенное время в отличие от вас от людей у которых на которых конкретная ответственность за конкретные дела выражающиеся в миллионах сотнях миллионов и миллиардах долларов наиболее знаковое событие в деловых кругах россии мира международный экономический форум в этом году собрал рекордное число участников более 15 тысяч человек из 140 стран только франция представлена сотни компаний и к слову французские партнеры уверяют что намерены сохранить свой статус лидера среди иностранных инвесторов намерены в российском правительстве снижать административную нагрузку на бизнес и стимулировать экспорт омская область здесь в тренде для тех омских компаний которые поставляют свою продукцию в другие страны или только планируют выйти на внешние рынки проведут мастер-классы по экспорту соглашение об этом подписано в рамках форума соглашение подписано квалифицированные бизнес-тренеры от школы экспорта объясняют с какими рисками связан выход на мировую арену и как их избежать как выбрать рынок и найти покупателя расскажут о тонкостях онлайн торговли всего обучающий курс состоит из 11 тем это соглашение лишь один из пунктов насыщенной деловой программы омской делегации руководитель региона александр бурков уже успел провести переговоры с президентом молдовы игорем дадоном и даже пригласить главу иностранного государства в омск на день города дадон согласился известно что президент молдовы и глава омской области давно знакомы и поддерживают дружеские отношения внешне торговый оборот молдовы с омской областью в прошлом году увеличился почти в три с половиной раза составил 2 миллиона 340 тысяч долларов и это не предел омская область планирует наладить поставку приборов для измерения температуры воздуха почвы воды оборудование для производства макарон еще одно соглашение с крупным пивоваренным холдингом в регионе будут внедрять лучшие мировые практики по выращиванию пивоваренного ячменя которые позволят получать только высококлассное сырье ранее на форуме омская микрофинансовая организация подписала соглашение с фондом развития промышленности теперь свой региональный фонд по распоряжению губернатора появится и в омской области это позволит привлечь более 180 миллионов федеральных рублей и оказать ощутимую поддержку омским инвестиционным проектам промышленники получат льготные займы на развитие производства и внедрение новаторских технологий в омске возможно станут применять цифровые сервисы для управления транспортной сферой чтобы перевозчики работали эффективней а число аварий сокращалось еще один итог форума создание межрегионального промышленного кластера совместно с псковской областью там омская компания построит новое нефтехимическое производство взамен гарантированные поставки импортозамещающей продукции к примеру в аппет пленке необходимой в производстве электроники изоляционных материалов или солнечных батарей елена смирнова 12 канал тема международного сотрудничества найдет свое отражение в программе акценты недели и вот о чем расскажет ее автор ведущая моя коллега анастасия галаева в 19.30 завтра на 12 канале и вовсе не как до китая пешком продукты с маркировкой сделано в русской области стремительно завоевывает азиатский рынок впечатление участников международной выставки сиалчайн и удивительная специфика работы с бизнес-партнерами из поднебесной в китае устроитель свадеб у которого энное количество мероприятий с участием на каждом мероприятии от 700 до 1000 человек которому надо подарить по традиции конфетку это хорошую канал судьи китай первая страна ради выгодного сотрудничества с которой в регионе состоит специальную концепцию что ляжет в ее основе что нужно омским предпринимателям которые ищут международные рынки спута рост цен на бензин это чейто сговор как экономисты объясняют подорожание на автозаправочных станциях причем здесь мировая интеграция что говорят о ситуации антимонопольщики и главное что будет дальше шлеменко тактаров вот эта схватка пусть и словесная как рекламная компания стала причиной громкого скандала в российском мм и сообществе стало очень неприятно все поменялось почему потому что все таки из человека можно сказать пример на моих глазах он превратился в негативного персонажа такие личные мотивы побудили александра шлеменко стать ярым приверженцем здорового образа жизни зачем ему это нужно и неужели для омского шторма деньги не главное не пропустите новый выпуск информационно-аналитическая программа акценты недели в эту субботу в 19.30 на 12 канале стал известна дата проведения выборов губернатора омской области главу региона мечам предстоит выбрать 9 сентября 2018 года это единый день голосования решение было принято сегодня в загсобрании на заседании комитета по законодательству и местному самоуправлению проект постановления депутатам еще предстоит утвердить на заседании 7 июня а 8 июня планируется что будет опубликовано окончательное решение и с этого момента в течение 20 дней все претенденты должны будут заявиться на участие в выборах если по каким-то причинам на пленарном заседании загсобрания день голосования одобрить не смогут это вправе будет сделать обл. избирком итак фамилии претендентов на пост губернатора скорее всего станут известны после 8 июня между тем пресс-служба коммунистов России сегодня была вынуждена опровергать спонтанное заявление лидера омского регионального отделения партии Владимира Жукова который недавно уверял что собирается выдвигаться на выборах губернатора омской области коммунисты России не только категорически опровергли информацию о том что на недавнем пленуме центрального комитета якобы обсуждался вопрос об участии в досрочных выборах главы региона но и заявили что омская область не входит в число приоритетных для них территорий цитирую вопрос об участии в выборах губернатора омской области не рассматривался и никакие кандидатуры в связи с этим не обсуждались конец цитаты со всей очевидностью склонный к эпатажным выходкам Владимир Жуков и на этот раз не изменил себе и не согласовав это с партией сделал громкое заявление на таком фоне его выдвижение даже гипотетически теперь вообще выглядит маловероятным в последнее время активно начал муссироваться вопросы о том будет ли депутат российского парламента Андрей Галушко баллотироваться на пост губернатора омской области пищу для обсуждения дали анонимные телеграм-каналы однако вскоре и эта информация была опровергнута будни мегаполиса жильцы девятого дома по улице строителей предпочитают форточки не открывать еще два месяца назад здесь снесли аварийное здание однако строительный мусор не вывезли и теперь в ветреную погоду все это разлетается на несколько кварталов и с каждым днем свалка разрастается теперь сюда свозят отходы чуть ли не со всего округа стихийный полигон притягивает окрестных бродяг а следом опасаются жильцы могут пожаловать и крысы кто должен все это убрать выяснила Юлия Думанова еще недавно на этом месте был двухэтажный аварийный дом людей расселили а строение снесли с тех пор прошло два месяца однако строительный мусор так никто и не убрал сейчас здесь настоящий полигон жители этого дома вид из окна не радует а форточки люди предпочитают не открывать ветреную погоду мусор разлетается по соседним дворам и свалка с каждым днем только растет старые игрушки мусорные пакеты срубленные деревья теперь сюда сводят отходы чуть ли не со всего округа впереди лето местные опасаются что здесь разведутся крысы у нас такая грязь вот даже вот вы знаете вот жить не хочется идешь хоть базару хоть куда что делается и никто на это внимание не обращает что это такое и не такая уже охрана у нас аварийный дом снесли а вот сарай который принадлежали его собственникам не тронули в них устроили притон бездомные сейчас от строения практически ничего не осталось разводя костры бродяги трижды за месяц устроили пожар такое ощущение что была война 45 года стрелял шифер думали сначала бомбили салют оказалось нет был страшный пожар горело все около часа полыхал жуткий огонь от расстояния от дороги чувствовался жарош аварийные дома омска всего их около ста снесли зимой этого года как пояснили в мэрии для безопасности горожан ветхие здания могли обрушиться в любой момент на это выделили полтора миллиона рублей а вот чтобы вывести строительный мусор денег не хватило для того чтобы все это вывести и сделать благоустройство подсыпать землей хорошей ну это стоит в пределы 20 миллионов рублей 20 миллионов денег найти вопрос только чисто финансовый не просто бесплатно никто не соглашается деньги на вывоз строительного мусора после сноса аварийных домов все-таки выделят на следующей неделе этот вопрос поднимут на заседании в мэрии города еще полтора месяца уйдет на торги по определению подрядчика но за это время свалка на улице строителей может еще вырасти так что теперь все зависит от жителей нефтяников выбрасывать мусор им необходимо все же в специальных местах острая проблема чистоплотности стоит и в поселке степной здесь полигон превратили не руины а остановку юля думанова и павел манджос 12 канал и смотрите далее в программе егэ в режиме онлайн впервые задания для выпускников напечатают прямо в школах в этом смысле это некое облегчение для муниципалитетов мы уже не волнуемся и не рискуем техника оборудует 100 пунктов сдачи эго на курс к михалкову и особенно чуть 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 такие девушки доходят до полного экстаза слез плачет сильно выходит но это мы приберегаем все таки для третьего тура театралы со всей сибири борются за бесплатное обучение в академии кинематографического и театрального искусства крути педали в другие дали в этом году маршрут виллом с 2018 попал живописный любинский проспект участника велосипедного марафона ждет новая трасса поставить еву на ноги нужно несколько операций одна исправить стопы другая удлинить после этого ноги будут одинаковые как а мечи могут помочь малышке избежать инвалидной коляски ловцы молний а мечи делятся в соцсетях эффектными кадрами грозы и до конца недели есть возможность наделать еще снимков на курс к никите михалкову в течение всего дня в омском орлики не работала приемная комиссия академии кинематографического и театрального искусства омская область вошла в числа пяти регионов страны где было решено провести прослушивание в кастинге участвуют не только мечиные жители алтайского края новосибирской свердловской областей всего заявки подали около 30 человек актеры успешно прошедший отбор получит возможность бесплатного обучения в москве с какими творческими заданиями абитуриентам пришлось столкнуться на кастинге расскажет она черных перевоплотиться в муху из басни такое неожиданное задание получила анастасия данилова девушка приехала из барнаула в этом году она заканчивает алтайский государственный институт культуры и теперь мечтает продолжить учебу именитого мастера но для этого сначала надо показать себя в разных ролях чтение стихотворений басен прозы танцы и песни на кастинге каждый пытается покорить педагогов по-своему главные условия поступления наличие актерского образования учеба в академии станет для актеров новой вершиной мастерства уверяют педагоги в течение года заниматься с ними будет не только михалков но и другие известные актеры и режиссеры и в первую очередь это уникальная возможность для талантов из глубинок учеба в академии стоит 340 тысяч рублей а для прошедших кастинг будет бесплатной студентам оплатят и обучение и проживание это очень престижное место и обучение и во вторых оно бюджетное что немаловажно конечно для нас как сказать периферии людей ну и конечно никита сергеевич это же гуру мы все смотрим его фильмы и кажется что это что-то недостижимое а тут такой шанс узнаешь о кастинге и хочется думаешь скорее вот она мечта ухватить ее для комиссии кастинг не меньше испытания чем для абитуриентов за несколько минут нужно раскрыть талант говорят процесс деликатный ведь актерам постоянно приходится обнажать свои самые сокровенные чувства а потому на кастингах педагоги нередко выбивают почву из-под ног будущих артистов так делает и сам никита михалков катастрофические обстоятельства включаются такие очень очень эффектные связанные там с каким-то обвинением там например он делал там разговор как следователь разговаривает причем они не объявляют что он следователь что ты делал там городе тебя не было тогда непонятно кто это разговаривает и особенно чуткие девушки доходят до полного экстаза в смысле слез плачет сильно выходит но это мы приберегаем все таки для третьего тура тем не менее добавляют педагоги академии неспроста работать с никитой михалковым мечтают все артисты он с любовью и трепетом относится к актерам и находит подход каждому ну смотри как ты полетела как ты полетела за мной все возникло сразу стулья полетели причем это не выполнение режиссерской задачи это тот ипульс внутренний который тебя так ты желаешь и там будет тихо это просто очень большое везение удача для любого актера или любого для молодого наверное в особенности и поскольку михалков прекрасный актер сам и режиссер а стало быть он знает с двух сторон как подходить к проблеме счастливчики которые пройдут региональный отбор в августе поедут на финальный этап в москву столице оценивать таланты будет сам михалков в итоге из нескольких сотен желающих в актерской мастерской останутся лишь 20 человек анна черных павел манжос 12 канал все школы где будут сдавать егэ обеспечат бесперебойной подачи электричества это связано с тем что впервые в этом году экзаменационные задания будут распечатывать в учебных заведениях об особенностях проведения аттестации журналистам рассказала министр образования региона татьяна дернова после экзамена выполненные работы отсканируют и через защищенные каналы связи передадут в региональный информационный центр такая технология позволит избежать возможных рисков на 24 часа были очень большие задачи для представителей муниципалитета при этом мы понимаем что эта дорога транспорт и все что с этим связано все эти сложности поэтому конечно в этом смысле это некое облегчение для муниципалитетов мы уже не волнуемся и не рискуем и ну экономия средств муниципалитета в том числе на топливо на обслуживание автомобилей да не дай бог на ремонт на все что с этим связано всего в регионе оборудуют 93 пункта сдачи егэ в каждом из них смонтирована система видеонаблюдения причем следить за прохождением экзаменов на 76 участках можно в режиме реального времени правда эта функция доступна только общественным наблюдателям новых число могут войти родители учеников для этого необходимо заранее подать заявку в региональный информационно-аналитический центр первый экзамен на выбор информатику или географию школьники напишут в понедельник к слову география вновь попала в список непопулярных сдавать ее решили всего 295 человек по традиции самым массовым экзаменом стало общество знания на втором месте физика по новому маршруту в этом году поедут участники велоомск вместо иртышской набережной профессиональные спортсмены и любители будут крутить педали на красном пути в исторической части города спортивные мероприятия проводятся 19 раз подряд и с каждым годом не теряет популярности велосипедный марафон будет состоять из 10 заездов 100 метровка для самых маленьких детей от 4 лет 2 километра 200 метров подростки 5 километров взрослые гонщикам профессионалам подготовлена дистанция 25 километров женщинам 16 почему омск по праву именуют велосипедной столицы и как будет проходить праздник в этом году знать никита смирнов в этом году маршрут велоомск 2018 попал живописный любинский проспект правда насладиться его красотой участники заезда скорее всего не смогут подъем в гору отнимает очень много сил да и к тому же по прогнозу синоптиков в этот день погода будет такая же дождливая и пасмурная как сейчас три тысячи участников именно столько уверенные организаторы соберет велоомск последние четыре года велогонка бьет рекорды по численности на старт выходят люди всех возрастов самому младшему участнику прошлого года было всего четыре присоединяются первые лица региона на трассу выйдет руководитель области александр бурков дистанция у него будет в виде массового заезда соответственно александр будет принимать участие на дистанции 5 километров вип заезда как такового мы не стали определять то есть все так скажем почетные гости которые были приглашены они в рамках общего заезда на общих основаниях будет принимать участие вместе со всеми кто также прошло регистрацию большое внимание уделяется безопасности на протяжении всей трассы будут дежурить полицейские медики обязательное требование для велосипедистов наличие шлемов на локотников и наколенников впрочем претензий к мечам никогда не бывает ведь наш город по праву можно назвать столицей велоспорта первый олимпийский чемпион геннадий комнатов родом из омской области в списке именитых велоспортсменов легендарные советские гонщики чемпион мира эдуард рап и чемпион европы сергей шелпаков никита смирнов дмитрий алдыгепченко 12 канал каждый шаг и приносит боль а если во времени сделать операцию придется пересесть в инвалидное кресло навсегда помощи а мечей ждет годовалая ева у девочки недоразвита стопа вместо пяти пальцев только три помочь ей согласился всего один врач в мире прогноз да хорошие малышка сможет полноценно двигаться но на лечение не хватает денег 7 миллионов уже собрали остается полтора как помочь расскажет юлия кавыршина таких как ева одна на миллион у годовалой девочки редкое заболевание врожденный порог левой ноги стопа двухпала с тремя пальцами разница в длине ножек уже почти три сантиметра и она увеличивается ева учится ходить но каждый шаг ей приносит боль во время беременности ни одно обследование не показала патологии родители узнали о недуге только после того как малышка появилась на свет первый момент я просто не поверила я решила что что-то перепутали страх непонимание я спрашивал у всех врачей почему что с этим делать будет ли мой ребенок ходить что самое главное было для меня к сожалению в роддоме ни один врач не мог ответить они просто старались избегать меня родители евы обращались к хирургам россии и европы однако в столь раннем возрасте оперировать девочку никто не берется но через несколько лет стопа окончательно сформируется и уже будет поздно ева потеряет всякую возможность ходить а это значит инвалидное кресло на всю жизнь единственный кто может поставить девочку на ноги знаменитый хирург ортопед из соединенных штатов доктор пейли он специализируется именно на таких случаях и детей к нему везут со всего мира нужно несколько операций одна исправить стопы другая удлинить после этого ноги будут одинаковые мы перепроверяли и консультировались с нашими специалистами с врачами на достаточно высоком федеральном уровне и получили очень высокую оценку этому предложению стоимость операции 7 миллионов рублей эти деньги уже собрал санкт-петербургский благотворительный фонд но еще требуется полтора миллиона рублей на перелет и полугодовую реабилитацию времени немного процедуры назначены на сентябрь прогнозы хорошие после операции и реабилитации по мнению медиков девочка сможет ходить и как и все дети прыгать бегать и танцевать юлия ковыршина и юлия думанова 12 канал чтобы помочь еве нужно зайти на официальные сайты благотворительного фонда радуга там есть вся необходимая информация значение сейчас имеет любая сумма деньги можно перечислить с помощью банковской карты электронного кошелька или sms подробности по телефону 24 68 20 а сейчас время новостей спорта и в студии появляется мой коллега алексей дареев привет алексей денис какие новые поводы для гордости дали амичам омские спортсмены но поводы очень весомые а мич евгений марков установил рекорд россии в силовом экстриме а наша землячка дана муханова выиграла первенство страны по кикбоксингу подробности буквально через несколько секунд в астрахани прошел второй этап чемпионата россии по силовому экстриму на котором 11 сильнейших атлетов из разных уголков страны на скорость поднимали 150 килограммовые бревна покрышки от трактора автомобиль а еще тащили 12-тонный грузовик омский силач евгений марков в очередной раз не оставил никаких шансов на победу соперникам с большим отрывом в 10 очков евгений взял главную награду турнира а еще побил свой же недавно установленный рекорд с упражнением камни атласа на этот раз атлет справился за 81 секунду самый этап не показался как бы по ощущениям прямо легкий где-то добавил где-то легко было даже несмотря на жару не только все идеально получилось практически все запланировано почти все забрал все упражнения рекорд пробил свой который поставил на я могу буквально на 40 секунд быстрее все это сделал все поднял шары впереди новые старты и новые рекорды уже сейчас самый сильный человек россии готовятся к очередной серии соревнований следующий этап не за горами это 9 июня будет город иркутск в городе иркутске тоже впервые будет проводиться этап чемпионата россии это уже будет по счету третий этап вот затем там небольшой перерыв 12 июня мы полетим будет командный чемпионат россии в городе севастополь там будет день города ну и соответственно крым будет очень серьезно это праздновать затем сразу севастополь летим на 16 июня в город нижневартов там уже четвертый этап в томске завершились чемпионаты первенства россии по кикбоксингу в дисциплине фулл контакт с лоу киком в которых приняли участие более 350 спортсменов из 39 регионов страны в турнире удачно выступили воспитанники омской детско-юношеской спортивной школы номер 28 наши спортсмены завоевали золотую и бронзовую медали тимирлан оримбеков в весовой категории до 45 килограммов сумел занять третье место а победителем соревнований в весовой категории до 60 килограммов стала дана муханова я провела два боя спермисы были на хорошем уровне пришлось нелегко нелегкие бои под каждую соперницу мы подстраивались я прислушалась к наставлениям тренера и делала все что он мне говорил так и выиграла нее если можно таким термином назвать у нее чисто спортивный характер такой то есть она очень упорная девочка если вот взять ее бои сначала ее такой карьеры спортсменов то все бои ее они очень такие упорные может такой термин назвать очень плотный и еще что очень хорошо она всегда попадает на очень хороших спортсменов которые зачастую ее сильнее технический более опытный и со всеми она показывает достойный уровень выигрывает но если даже проигрывает то бои для ее соперниц даются победа очень тяжело сейчас дани предстоит отправиться в подмосковье где на базе национальной сборной она начнет подготовку к первенству европы по кикбоксингу оно пройдет в начале сентября это все о чем сегодня успеваю рассказать вам хороших выходных любите спорт спасибо это были новости спорта от алексея дарива омские ловцы молнии заполонили соцсети кадрами первой грозы непогода бушевала всю минувшую ночь в городе шел ливень гремел гром периодически вспыхивали молнии придавая особую красоту ночному городу запечатлеть это зарево довольно сложно но а мечам удалось эффектные кадры уже набирают популярность в интернет пабликах впрочем новые снимки могут появиться и сегодня в городе вновь будет проливной дождь с громом и молнией усилится ветер непогода задержится на все выходные прекращение осадков можно ожидать не раньше воскресенья после короткой рекламы прогноз погоды ну а все наши новости доступны в социальных сетях вконтакте твиттере одноклассниках и на ютубе найти их можно и на сайте 12 канал .ру там же мы выкладываем полные выпуски программы час новостей оставайтесь с нами омск сайдинг инвест новое производство пластиковые окна внимание акция уничтожь колорадского жука и получи подарок акция карада плюс подарок ходил раньше сергей из колоссовки за тысячу верст за ценами выгодными а теперь выгодные цены прямо возле дома вниз к цене что и склад и магазин здесь сосиски молочные всего 199 рублей за килограмм вот это цены ассортимент какой все есть от картофеля до лопаты а за пакет спортивных телеканалов кто оплатить будет а у меня все включено не подкопаешься потому что омские кабель дарят год бесплатного hd тв звоните 66 4 0 отпуск за 30 рублей в день реально приходите 30 мая на распродажу кредитов готовьтесь к лету с банком восточный качественная перетяжка мягкой мебели нова мебель 34 12 86 и о погоде завтра 26 мая по области в омске пасмурно возможен дождь в районах ночью столбики термометров покажут 7 градусов со знаком плюс днем потеплеет до плюс 13 в омске ночью плюс 6 7 днем до 8 градусов тепла ветер северо-восточный до 7 метров в секунду атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба на этом наш выпуск завершен всего доброго и хороших вам выходных